Всем привет! Это 17 эпизод летсплея по игре Arx Fatalis и сейчас без лишних слов я направлюсь в склеп. Нам дали ключ. Склеп занимает, если кто не знает, несколько этажей и сложность прохождения будет возрастать по мере того, как мы будем продвигаться вниз. На первом этаже особых сложностей у нас не возникнет. Давайте начнем с боковых ответвлений. Тут у нас решеточка. И сломанный рычаг. Пока что сюда рано, значит, я сунулся. Прохождение я особо не читал. Так только кое-какие советы. В частности, вот эти таблички, которые выделяются, их можно разрушить с помощью кирки. И за ними трупы лежат и довольно ценные вещи. В частности, квестовые предметы. Так, тщательно нужно осматривать все закоулки. В поисках скрытых кнопок, рычагов, вот как этот. Открылся тайный проход. Вот и здесь рычаг. Но я так подозреваю, что он открывает ту решетку, которую мы недавно видели. Нет. Этот рычаг устанавливают здесь, как бы над шипами, такие своеобразные плиты. А, да, и вот здесь курица, которую я обещал. Так, тут у нас какая-то скрытая стена и ключ. Пока что мы туда не пойдем, сохранимся. Курица эта и есть лорд Инут. Так, не получилось. Надо напоить его сразу зельем. Скорее уходи, пока не пришла следующая смена. Какая смена? Надо с ним поговорить более одного раза, и он взрывается. Но вот сейчас мне не повезло, он оставил после себя меч, а я рассчитывал на лук. Поэтому загружусь. Меч мне без надобности. Довольно темно в гробнице, как и должно быть в принципе. Так, не то. Благодарю. Я никогда не забуду твои услуги, Амшигар. Ну, опять меч. Опять грузимся. Меч не нужен. Меч не нужен. Продолжение следует... И опять меч, и опять грузимся. И так пока не выпадет лук. Потому что... Лук мне очень будет полезен. Так... Я никогда не забуду твои услуги, Амшигар. Ну, наконец-то выпал мне лук. Это отлично. Урон плюс 20. Да, прежде чем мы его будем использовать, я его хочу зачаровать. Сохранимся снова. Использую на нем чеснок. Ага, это интересно. И применю заклинание наложения чар. Вот оно. Отлично. Теперь у нас... Лук, по идее, должен увеличивать какие-то характеристики. Но я считаю, пока такого ничего не вижу. А, да, вот. Есть такое. Увеличивает ловкость нам. Это отлично. Сохранимся. И здесь надо внимательнейшим образом осмотреть эту комнату. Браслет. И ключ. Возможно, ключ вот от этой скважины. А, это выход точно. Это выход. По-моему, на четвертый этаж. Нам туда совсем не надо. Так. Зайдем назад. Тут я немножко тупанул. Из гробницы, из этой есть несколько выходов на различных этажах. Для того, чтобы их потом использовать, нужно их активировать, как правило, изнутри. Сохранимся. Позже мы еще встретим такие выходы. Так, тут я был. Давайте сходим с другой стороны. Там вот крыски. Чем прекрасен лук лорда и нута? Тем, что он стреляет стрелами, заряженными также огнем. То есть, такой фаербол своеобразный. Вместе со стрелой вылетает. Здесь у нас запертая дверь и проход на нижний этаж. Сохранимся. Возможно, нам попадется ключ от этой двери. Торопиться не будем. Деревянные колья также желательно собирать, потому что позже нам встретятся зомби. А угомонить их без этих кольев не получится. Могилы безымянных героев. А здесь нас поджидает паучок. Но для нас это уже не проблема. Блин, не попал. Чаша. Пусто. 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 Левитация. Пригодится. Левитация. Деревянный кол, кость и камень с высеченным знаком. Это квестовый предмет. Я его положу отдельно. Пусто. Тут труп побогаче. Сохранимся. Тут я был. Могилы безымянных героев. Тут снова крысы. Прячутся собаки подлые. Крысятину я особо собирать не буду. Нужды в этом нет. Крысятину я собираю тоже не просто так. Позже нам они пригодятся. Я думаю этого хватит. Меч кровопийца. Ашанты. Урон плюс шесть. Класс защиты плюс один. Исторжение жизненной силы плюс три. Требуется сила десять и ближний бой сорок. То есть нам этот меч не носить. Еще один крестовый предмет. Камень с высеченным знаком. Жертвенный нож, изумруд. Сохранимся. Ничего, чтоб не пропустить. Довольно большая комната. Врагов я вроде бы не вижу пока. Давайте осмотримся по сторонам. Решетки. Здесь покоится страж всех героев. Там пустая комната, судя по всему. Решетка, естественно, заперта. С другой стороны такая же решетка. Там крысы ползают. Без надписей. Крыса меня спалила. Давайте попробуем их поджарить. Что-то не получается. Через решетку не стреляет. О, так лучше. Сохранимся. Плиты выделяются из общего фона, но не юзабельны. Что у нас здесь еще есть? Чаша. И решеточка вниз. Ну, я так знаю, что вот эта чаша Ашанта. А мы подобрали меч кровопийцу. Ашанты. И там же был жертвенный нож. То есть, я нанес сам себе урон жертвенным ножом и пролил свою кровь на чашу. Таким образом открылись вот эти решетки. Было другой способ. Можно было использовать бутылку с кровью. Ну да ладно. Сохранимся. И осмотрим открывшиеся комнаты. Здесь пусто. Смотрим на предмет скрытых кнопок. Вот ключик, кстати. Обязательно надо взять. Ну, вроде бы, больше ничего здесь нет. Браслет. Ожерелье. И вроде бы все. Сохранимся. Сохранимся. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Деревяшки Нам не нужны Открытый гроб Это дурной знак, судя по всему Открытый гроб в склепе Но тоже тут ничего нет Я ничего не вижу, по крайней мере В память о нашем славном командире Вечно твой полк Здесь у нас крышка с ловушкой Да, красная И больше ничего Больше ничего я не вижу Ну Мы можем использовать здесь отмычку Сохранимся И здесь Штаны незаметности То есть это комплект К нашей куртке незаметности И кожаному шлему Теперь у нас полный комплект брони незаметности Больше тут ничего нет Сохранимся И пришла пора Спуститься на второй этаж Там вот еще одна дверца была неоткрытая Сохранимся Да, ключ подошел Так А дверца захлопнулась Сама Это интересно Очередной труп Тут ничего нет Я вижу Выделяется Вот этот меч Видимо это рычаг Он что-то открыл Открыл он решетку На второй этаж Сохранимся Тьма конечно не проглядная Не будите хранителей Постараюсь И вот мы видим Лежат два зомби Если мы Зазеваемся То они восстанут Чтобы этого не произошло Нужно Использовать на них Деревянные колья Им дали опыт И очередное повышение уровня То же самое со вторым Сделать нужно В инвентаре у них Пусто Самый главный способ Проверить сдохли Зомби окончательно Это попытаться Его обыскать Если инвентарь Не открывается То значит Зомби еще жив И может восстать Активировать Активировать Так Так Почему-то не получается А почему не получается Что-то где-то я делаю не так Вот для этого И нужны кости Так И открылась решетка Ну на этом я наверное Очередной эпизод закончу Спасибо всем за внимание И продолжим Довольно скоро Всем пока